Сегодня отличная возможность быть в диалоге, сегодня роскошь человеческого общения, мы находимся в оффлайне. Как ваше настроение? Великолепное, особенно после того, когда я приехала сюда, и первая новость, которую услышала, что Unilever получил от X5 высокое звание лучшего партнера в области устойчивого развития. Это действительно потрясающе. Какие ощущения испытывали в моменте, когда получали эту награду? Я в целом, наверное, скажу о том, какие ощущения мы испытывали, когда взаимодействовали по этим программам. Мы на самом деле с X5 входили в такую достаточно неизведанную плоскость, потому что во многих атрибутах мы были действительно, во многих аспектах устойчивого развития мы были действительно первыми, первопроходцами. А первопроходцам никогда не просто. В прошлом году, вот практически год назад, даже уже больше в июне, мы первыми открыли большую сеть брендированных фандоматов. Это такие автоматы, в которые можно сдавать использованную пластиковую тару, бутылки, банки определенного диаметра. Порядка 10 тысяч видов продукции любых брендов можно туда отправлять. И это был действительно прорывной революционный проект для того, чтобы мы могли чистую, правильным образом, раздельно собранную тару, пластику, в дальнейшем отдавать ответственному переработчику. И уже на базе его производства, это Тверской завод вторполимеров, отрабатывать процессы глубокого функционального рециклинга. Переработка, гранула и дальше, чтобы эта гранула была принята теми, кто производит бутылку и в целом упаковку полимерную. Я восхищен тем, что в такие сложные времена вы не забываете и думаете об экологических трендах и о том, что экология никуда не девается, и что потребление, наоборот, может быть, становится только больше в этот момент. Как вам пришла идея внедрять такую инициативу? Вы знаете, важность этих инициатив и вообще действительно, почему они у нас находятся в приоритете вместе с X5, именно в том, что действительно сегодня и общество, и регулятор, законодательные органы власти смотрят все больше и больше на какие-то новые подходы, которые, может быть, бизнес может подсказать с тем, чтобы правильно, эффективно, очень целесообразно отрегулировать тему обращения с отходами. Не секрет, что для ритейла одна из существенных тем устойчивого развития – это осознанное потребление и производство, и ответственное обращение с отходами. И возможность действительно построить циклическую экономику, экономику замкнутого цикла – это та тема, которая, безусловно, определяет во многом тренды развития в ритейле на многие годы вперед. Поэтому это было понятно. Но самое важное, что по итогам этого проекта, а он не завершен, он продолжается и развивается, мы смогли очень экспертно, очень прагматично, очень подробно дать свои предложения Минпромторгу и соответствующим регуляторам, да, с точки зрения того, что как лучше построить раздельный сбор отходов, вторичных ценных материальных ресурсов, да, в том числе с помощью вот таких систем. Как это можно масштабировать? Как раз хотел сказать о том, что лучшее, что можно пожелать, наверное, масштабировать вашу идею, так, чтобы каждый потребитель и каждый пользователь знал о том, какие важные инициативы делает компания Unilever. И X5, безусловно. Это совместная работа, поэтому давайте пожелаем друг другу хорошего бизнеса и пусть наши идеи имеют физическое воплощение. Согласна с вами, спасибо.